добрый день дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю наш канал здорово с нами и сегодня мы с вами будем говорить про кишечный лаваш не надо путать это слово лаваш и лаваш же и ш это совершенно разные вещи то есть лаваш это очищение как раз чистка очищения многие слышали про это может быть многие пользовались им я буду просто рассказывать про наш опыт и я обещала рассказать как его готовить сначала поговорим о том что это такое то есть когда я первый раз не познакомилась я почему-то решила что это альтернатива шан прокшалане я была очень долго в этом уверена потому что надо пить то же самое четыре с лишним литра жидкости этой после этого желательно делать упражнения можно и не делать и идет полная чистка то есть ты сидишь в туалете до чистой воды в чем самом смысл как вот я поняла как вот мне это импонирует мне очень понравилось самый большой плюс это то что кишечный лаваш то что придумал в свое время этот доктор да он использовал его когда работал мацкевич когда работал вне с клифосовского и в отделе токсикологии и работал именно с теми пациентами которые поступали к ним с отравлением то есть не просто человек как бы сейчас и мы понимаем тогда это был 74 год и другая была еда другая была экология и люди были не до такой степени отравлены как сейчас и поэтому как бы он работал именно вот такими вот отравлениями когда человек или суицидники или что-то случайно выпили или какой-то вот попал случайно там тяжелые металлы ну все что угодно да ну вот именно токсикология потом работа с токсикологии он его использовал по-другому то есть там специальными трубками вливали человеку в желудок через одну жидкость вливали трубочку через другую выливалась все это это было другое потом он заметил общаясь с пациентами с которым он помог свое время и они сказали что у них проходили стали проходить очень многие вещи там запоры и ковные заболевания и многие там проблемы решались и вот потом он стал это использовать продвигать и вот прошло можно сказать там 26 и здесь 20 46 лет то есть вот такое время и сейчас у него совершенно конечно уже можно сказать очень большой опыт и можно сказать что сейчас лаваш работает не только с токсикологии это идет мощное очищение организма и очень хорошо его назначает и при гепатитах то есть снимается интоксикация то что вот печень забита да и при кожных заболеваниях и для профилактики многих вот инсультов инфарктов то есть мы должны понять что проблема иммунитет наш все начинается с кишечника и если мы приведем в порядок свой кишечник то тогда у нас не будет таких серьезных проблем со здоровьем я еще раз напоминаю что мне 55 лет и что я вот сегодня пила тот же сам этот лаваш второй раз то есть вот я пропила его в пятницу и сегодня вторник я выпила его 2 то есть через три дня я хочу пропить его 6 раз для себя я так решил вот такой вот очистительную ну то есть как эксперимент да хотя я практически здорово и по ощущениям то есть первый раз я пила меня чистила я начала пить 11-20 и меня чистила до четырех часов то есть четыре часа с лишним сегодня я не выпила всю порцию я выпила у меня осталось полтора литра из четырех с половиной практически да и меня начало чистить уже в течение получаса то есть очень быстро я выпила четыре стакана даже больше за полчаса каждые пять минут шесть раз я выпила 6 стаканов по 200 делала вот эти все упражнения которые у нас есть как раз сам прокшала не вот теперь что там о самом препарате он состоит из четырех ингредиентов то есть сама солевая навеска да потом идут ингредиенты которые будем разбавлять здесь это все кто покупал можно посмотреть или у нас на сайте и идет вот такой дополнительный порошочек который растворяется все этом я разводила в посуде горячей водой но сегодня было жарко поэтому у меня была вода прохладная но кипятком я разбавляла именно солевую навеску да и все это я вот взяла вот такую посуду сделал для себя отметку вот она здесь да где 42 потом отливаете отсюда вот вы берете бутылку наливаете сюда 4 и 2 литра или вы берете 5 литровую бутылку и отливаете 700 800 миллилитров и ставите себе отметку это будет та жидкость которую мы будем использовать теперь отсюда вы отливаете себе литр и начинаете сюда добавлять из флакончиков один флакончик второй флакончик вот этот вот сорбент да и потом солевую навеску вы берете в чашки я вот она вверх в таком до залила горячей водой сразу чтобы было мне удобно и постепенно доливаете водичку все это растворяете вот сюда и когда у вас уже надо использовать вот нужно вам потом доливаете просто чистой воды вот досюда вы и эта смесь у вас готова главное чтобы она не была 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 прозрачной не помутнела какие еще нюансы есть когда вы начинаете принимать кишечный лаваш может точнить вот например сегодня нас принимала кишечный лаваш 4 человека я хочу чтобы не пугались моих вот этих вот следов это просто мне делали массаж гуаша и я даже смотрю на себя камеру и вижу что кто-то может испугаться как будто тут меня душили да что вот мы сегодня принимали 4 человека то есть с утра вениамин выпил и он уже к 12 часам уже начал есть рис потом принимала венера венера у нас когда у нее просто хронический запор и когда она пьет или делать шан пракшалам или делать какие-то процедуры у нее всегда начинается такая индивидуальная реакция ее начинает тошнить потом ее начинает прям раскачивать ее прям вот так вот крутится она да и и прям трясет или его так вот трясет трясет то есть промокли и раскачивать я даже где-то записала на видео сегодня когда она пила и она не смогла пить вот если например я брала обычно до стакан наливала его выпивала и начинала делать зарядку то есть вот про выры про нюансы какие есть если вас тошнит и вы не можете это пить вы можете добавить туда лимонный сок немножечко чтобы она была чуть-чуть покислее или добавить туда томатного сока немножечко чтобы она но именно вот когда до концентрации если вы знаете что вас может тошнить вы можете сразу заранее добавить сюда себе лимонный сок чтобы концентрацию не нарушить препарата или когда вы уже немножечко выпили томатный сок томатный сок я не думаю что не у всех есть просто вот как бы это нюанс если вас будет тошнить теперь что мы делаем мы начинаем когда пить и начинаем надо пить каждые пять минут то есть вот это вот мы должны выпить в теоретически там например за час до за полтора ну конечно это растягивать она дольше потому что вы начинаете пить и начинаете делать упражнения упражнения самые простые я вот их вам сейчас покажу то есть как бы то есть поднимаем руки наверх и так вот до 7 раз теперь поворачиваемся например да и начинаем наклоны в одну сторону так вот вдох выдох в другую сторону вдох выдох то есть вдох выдох вот так по семь раз то есть 14 раз теперь третье упражнение это значить вдох выдох вдох выдох это все у нас есть шапракшалане и потом уже сидяйте упражнение начать кобра ложитесь до приподнимаетесь и смотрите в сторону по семь раз это получается 14 и самое хорошее упражнение там это элина иванова у нас его дает она про него рассказывает как правильно делать у кого лишний вес чтобы вот поворачиваться посмотрите обязательно я дам ссылку на это видео вы это посмотрите и увидите это я просто напоминаю вот вы приготовились лаваш желательно тем у кого запор то плохо ходит в туалет кто хроники и обязательно бы накануне выпить касторовое масло вот вчера у нас венера выпила касторовое масло веня значит первый почистился отстрелялся все он свободен потом начала пить венера у нас как бы в помещении два туалета поэтому мы решили чиститься по два человека потому что когда ты на чистке туалет надо бежать бегом то есть это не задерживается он просто себя все вытекает и получается венера начала чиститься и у нее не пошло сразу вот она выпила почти четыре стакана и и вырвала мы начали ей делать висцеральный массаж помогать вот эти упражнения все опять и и вырвала потом от этой и начал этот раскачивать то есть она встает прямо так столу пьет медленно воду и и и прям вот так вот кружит 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 она не смогла потом и я опять раскачивали раскачивали делали живот и в итоге все равно потом мы стали ей давать не поступить 50 200 а стали наливать в рюмочку добавили туда лимонный сок и стали наливать в рюмочку по 50 грамм и она начала пить по 50 грамм 50 грамм выпьет немножечко упражнение немножко покачает ее и вот она под попила все это растянулся у нее почти на 6 часов и она только потом начала чистится то есть она прочистилась пропила почти все вот эту свою жидкость выпила и потом пошла отдыхать и когда вы пропили свои вот эти 42 литра иногда даже можно раньше но обычно первая порция выпивается вся это на второй порции когда будете пить второй раз или третий раз уже как бы будет легче вы должны чувствуете вот идет когда вода надо смотреть какая она идет и когда у вас пошла вода просто желтенькая без примеси каловых масс без всяких там 2 мангра по и зелень да и у вас там при обиды что вы ели зелень или вы ели свеклу вот в это вот отходы как бы видны когда вы вот это все видите что вода чистая просто идет вода только она желтого цвета тогда вот два раза прошла у вас вода такая чистая тогда вы можете прекратить пить свой раствор не обязательно выпивать 42 но через 40 минут после последнего в когда вы выпили а да еще очень большой нюанс заранее когда вот вы все это приготовили собрались пить вы берете себе отдельно стакан наливаете этого раствора и добавляете туда хилак форты 30 60 капель или добавляете туда вот мы добавляем наши пробиотики которые мы берем у владимира колчина то есть пробиотики и вот это отдельно ставите и она пока вы все это пьете микробы у вас тут делятся и потом в это выпейте последней порции то есть вы выпейте последнюю порцию с пробиотиками теперь еще что на этом всем вот очистительном мероприятии пока вы чиститесь когда у вас уже подходит время вы увидите что у вас осталось например вот столько вы начинаете готовить себе еду потому что потом через 40 минут нужно будет обязательно съесть для чего нам нужен пищевой комок мы должны съесть не щетку как вот мы делали всегда на погружении а мы будем готовить рисовую кашу то есть рис отварную готовите себе рис я просто бросила в мультиварку поставила налила больше воды то есть если например норма на 400 500 то я добавила на 300 700 грамм воды и поставила мультиварку готовить она на подогреве и вот пока мы все это чистились каша готовилась теперь вы пропили поделали упражнения вас начало чистить выходите в туалет если вы чувствуете что вы вот пили у вас уже живот надулся но еще не пошло у вас очищение а уже пора пойти очищение должно пойти от полутора до двух с половиной литров уже вы должны начать чиститься если это не происходит тогда вам нужно брать или мяч вот у ершова кто пользуется до давить или делать вот такие вот упражнения и обязательно сделать плуг то есть вы ложитесь и ноги закидывайте ну кто может конечно если у вас на такой же вот в это не сможете но по крайней мере если вы это можете вот и обязательно давите себе желчина давите живу давить потихонечку чтобы у вас все таки открылся сфинктер старайтесь чтобы в вас все таки не вырвало почему потому что когда он нас вырывает у нас сжимается желудок подтягивается 12 пирс на кишка в это время немножечко и желчи нажимаете если он сжался то открыть потом его все таки будет тяжело и тяжело будет открыть сфинктер и поэтому старайтесь и чтобы вы просто пили не можете пить много пейте по чуть-чуть потому что В Венере мы все равно продавливали, продавливали, и она все равно открылась, у нее открылись сфинктеры, и она почистилась. Но это вот такой случай, потому что у нее больной желудок, и больной желудочно-кишечный тракт уже давно. Потом, значит, я подключилась, мы начали вместе пить с Венерой, просто я как бы была на втором этаже, она на первом этаже. И уже под конец, когда я уже почистилась, Венера почистилась, как раз перед тем, как начался, вот это вот сильный-сильный у нас сегодня был ураган, гроза, пришел у нас еще один наш сотрудник, который тоже вот четвертый подключился. То есть мы все, четыре сотрудника нашего центра, все почистились, все попили, и теперь вот как бы лежим, отдыхаем, да. Что вы делаете? Обязательно, значит, повторяем, пьете, готовите, пьете, делайте упражнение, чиститесь. И когда почистились, на вас уже пошла вот эта вот чистая вода, вы прекращаете пить, через 40 минут вы съедаете рисовую кашу без соли, без сахара, со сливочным маслом. Ну, порцию такую, какую вам удобную, например, обычная чашка-пиалка, да, вот это вот съедаете, и через 2-3 часа уже спокойно можно есть. Но нельзя, алкоголь, жирное, жареное, мясо, копченое, вот это вот, чеснок, вот это вот, перец острый, ничего такого не надо. Нам надо просто сегодня спокойно поесть, а уже завтра вы можете есть все, что вы хотите. Но через 3 дня желательно это все опять повторить. То есть если вы будете покупать лаваш, то вы сразу берете его на 4-5, или на двоих, вот мы сразу купили, например, 15, да, и начали все чиститься. Это по лавашу. Я думаю, что у нас там в комментариях наши друзья, товарищи, вот коллеги, которые с нами вместе это делали, они напишут свои ощущения. Я рекомендую вам эту чудесную, замечательную процедуру. Она очень хорошо чистит не только кишечник. Вы поймите, что у нас организм, он так интересно устроен, и он нам всегда хочет помочь. Организм всегда за нас, что бы с вами ни происходило. Вот очень часто приходит пациент, у которых вот такой живот, да, и висит фартук. И вот смотришь, у этого человека нет никакого фартука, да, а у этого есть. И когда они начинают разговаривать, и вот она мне говорит, вот почему? Я говорю, вы понимаете, организм, он вам друг. И у вас вот надувается живот, и выбрасывается наверх ваш фартук для того, чтобы вам помочь, чтобы вы жили. Потому что если этого не будет, получается у нас как? Вот наша грудно-брюшная диафрагма, да, она напрягается. А у нас же брюшина, она же круглая, большая, да, вот то, что внутри все органы. Тут напряглось, но не может он весь вот так сжаться, органы-то сожмутся. И тут же внизу у нас дно, да, оно расслабляется. И получается, здесь напряглось, там расслабилось. То есть оно расслабится, то у нас между ног вывалятся наши все органы изнутри. Чтобы этого не было, организм начинает подкачивать газ. Живот вот так немножечко натягивается, и появляется постепенно животик-животик. Посмотрите, в метро сейчас все мужчины какие? Беременные. Потому что организм думает, ну это временно, это временно. Сейчас это сделает, ну кто ничего не делает. Все ходят у нас беременные, и потом постепенно смотришь, у человека висит фартук. Вот я вот видела, это просто, конечно, ужас, иногда до колена. Давайте не будем до этого доводить. Давайте будем чиститься, очищаться и приводить себя в порядок. А мы вам в этом поможем. Будьте здоровы с нами. Спасибо. До свидания.